всем привет давно я обещал сделать видео про покупки в интернете но как-то все руки не доходили и вот волю в кулак нервову сду я его родил сегодня расскажу какие сайты популярны в польше и что можно купить и чего нужно остерегаться и так вперед уверен что многие сделали покупки в интернете и знают что если вы точно знаете какая вам конкретно нужна штука ну то есть без поиска примерки и прочих тактильных утех с еще не приобретенным товаром то копаясь в недра всемирной паутины можно найти эту вещь с более интересными условиями ну там цены или кэшбэк какой за полгода в польше я активно этим пользовался и не только покупал но и продавал что касается общих начальных шагов в этом направлении то но это как везде регистрация на торговой площадке с указанием своих контактных данных адреса доставки и прочее 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 затем поиск нужной вещи со сравнением аналогичных предложений у других продавцов и ура сам процесс покупки после этого только остается дождаться мое сокровище по указанному адресу или мчать за ним продавцу как искать и что тебе нужно не зная языка просто при пользовании браузером google chrome есть возможность установить дополнение google переводчик на него и относительно свободно знакомиться с товарами на родном языке если перевод и не на уровне профессионального ну все равно разобраться с товаром вполне хватит также его можно использовать при поиске конкретных вещей на другом языке вот например полетел у меня болт на велосипеде забиваем в переводчике болт и переводим на польский шруба после этого забиваем в поисковик полученное и погнали но сейчас нас немного подкачали в языке и я это стараюсь использовать только тогда когда вообще не врубаюсь смысл прочитанного так быстрее язык учится и так на каких площадках я закупался первое allegra это очень популярная площадка в польше где представлено много объявлений от торгующих организаций есть также объявления частных лиц представлены товары по своей стоимости а также есть аукционы по сроку действия соответственно если интересуют аукционы можно их выбрать поставив соответствую галочку фильтре на сайте видим поисковую строку для поиска товара с уточнением категории звездочка избранных товаров которые вы накопали и пока еще не купили иконка входящих сообщений колокол сообщения от системы и вашу корзинку самое правое выпадающий меню это управление вашей учетной записью и прочими параметрами на площадке останавливаться на ней не будем ибо видео обзорные если хотите послушать пишите в комментариях я сделаю отдельное видео где расскажу обо всем подробно далее в левой части площадки располагается выбор категории или выбор товаров с преимуществами какими-либо эти поля для тех кто подвергся нестерпимому зуду шопинга вроде ничего не нужно но нужно срочно зашопиться с категориями все ясно электроника сад огород спорт и даже продукт питания что еще товары с преимуществами другая вкладочка если переключиться сюда то можно покопаться по товарам которые предлагаются с какими-либо додатками ну там скидки купоны хиты продаж и прочее в этом роде внутри категории есть удобный фильтр где можно уточнить параметры поиска вилку цен с доставкой либо без доставки и прочее прочее можно очень точно задать параметры того что вы ищете но что пока еще не особо точно знаете по центру видим ленту товаров которые площадка предлагает вам на основе ваших интересов акцины и самые покупаемые и так далее как говорил ранее есть объявление частных лиц располагаются они в аллегро локальне товары оттуда по поиску тоже подтягиваются в результаты обращайте внимание на это ибо как правило там продают вещи б.у. касаемо покупки на аллегро хорошая программа защиты покупателей поэтому даже если вы покупаете у частного лица то отправляя продавцу свои деньги за покупку можно не переживать товар вам доставят ну а если нет то есть возможность открыть спор или подать жалобу на продавца и вам всегда помогут если вы что-то продаете на аллегро то ваше объявление тоже будут размещены на аллегро локальне я продал там несколько своих вещей которые редко использую и там еще парочка даже у меня висит на продаже своего имущества да и при покупке хотел обратить ваше внимание на то что все переговоры с покупателем или продающим нужно вести на площадке или выходя с нее вы рискуете остаться без денег или вещей поясню в этом случае администрация аллегро не отвечает за последствия и то о чем вы там договорились с покупателем ну либо продавцом остается где-то там на стороне например у меня там есть вещи на продаже как уже говорил и мне постоянно приходит сообщение на площадку содержание если вы заинтересованы подать свою вещь то напишите мне на мою почту в целях эксперимента разок ну и чтобы понять в чем конкретно развод я один раз написал ну и конечно последовал развод рассчитанный на дошкольника а вы можете отправить товар в англию а какая окончательная цена скиньте свои реквизиты я прямо сейчас заплачу ладно блин скидываю буквально в течение 10 минут получаю корявую сделанную платежку от банка пипеткин and company и пояснением от этого черта я перевел вам деньги но мой банк не отправит их вас банк пока не получит трек номер почтового отправления ну в общем без комментариев на кого эти дебила рассчитывают вообще не понятно но раз они пытаются это провернуть значит с кем-то получается так что будьте внимательны когда я продавал свои вещи то человек платил мне в системе аллегра и я видел эти деньги в своем кабинете единственное с продажи аллегра берет процент за свои услуги так что учитывайте это при выставлении своей цены на вашу вещь и имейте это в виду если будете торговаться из минусов тут только то что нельзя пожаловаться или заблокировать этих назойливых ублюдков которые постоянно шлют свои наивные письма разводные касаемо покупки и возможных аферах у частных лиц на аллегра локальные ну по идее ничего вам не подскажу и мне не довелось у них покупать но теоретически так как сам продавал можно попасть на то что вы отправите деньги частному лицу частное лицо эти деньги выведет себе на карту но так как все движения денег проходит через площадку и переговоры у вас будут на площадке у администрации будет возможность отследить реквизиты платежей и прочую информацию по продавцу ну а затем полиции не подтянет вот вкратце что мы тут имеем забиваем в строку поиска искомое имеем кучу найденного с аналогами выбираем то что понравилось выбираем доставку в пачкомат курьер и тому подобное выбираем способ оплаты платим все зажигаем свечку и становимся у окошка ждать обновку обновка приходит быстро от одного до трех дней посылка отслеживается и на сайте аллегра и в приложении in post если вы указали пачкомат в доставке в общем этой площадкой я доволен почти на полную пятерочку и в большинстве случаев ищу там какие плюсы удобный сайт большой выбор товаров и продавцов без безопасность сделок быстрая доставка минусы недостаточно большой вызов выбор специфических товаров но это как на мой вкус а он притязательный так что можно даже не обращать на это ворчание внимание и вот как раз невозможность блокировки общения с мошенниками далее amazon если чего-то не нашли на аллегра это второй сайт где я ищу то что нужно amazon это крупнейший американский торговая площадка который существует аж с 94 года в польше до недавнего времени было представлено германским подразделением и по соседству но буквально на днях открылась польская площадка продавцов соответствует товаров там представлен больше и есть все что пожелаешь вот например мне понравился свет фалькон ес и все мини влюбился спал пинка приложение для смартфона рассеиватель ячеистая насадка кронштейн чехольчик с карабином для переноски а самый главный коэффициент цветопередачи 96 плюс цветовая температура двух с половиной тысяч до 9 тысяч кельвинов и куча встроенных цветовых сценариев на аллегра я его не нашел на ойл икс его нет нет его вообще нигде и беда гуляем по amazon и ищем то вуаля свет найден покупаем как и аллегра amazon имеет схожую структуру сайта естественно как говорил выше вам нужна регистрация и личный кабинет ничего страшного вся регистрация на подобных ресурсах интуитивно понятно и не отнимает много времени и так что тут есть верхней строчке площадка на которой вы находитесь затем ваш логин с адресом доставки строка поиска товара выпадающие меню управления вашим кабинетом возвраты и заказы ну и как обычно корзинка второй строчкой идут менюшки выбора категории мой amazon купить заново выгодные предложения топ-продаж подарочные карты и регистрации в роли продавца но тут если вы не решили стать магазином на амазоне то этот пункт вам не нужен ниже на всю страницу категории товаров которые возможно вас заинтересует на этой площадке свой товар выставляют только продавцы то есть частных объявлений тут нет с амазоном я знаком давно и пользовался им ранее еще находясь в путин лэнде и покупал все на американской площадке естественно amazon в россии ничего не посылает но я пользовался посредником который получал товар на свой адрес в америке и отправлял его мне конечно за их услуги и пересылку я платил дополнительно ну вот теперь не нужно плясать с бубнами и пользоваться амазоном напрямую как здесь покупать да так же как и везде ищем товар оплачиваем и вам его отправляют на зарегистрированный в вашем кабинете адрес тот который вы указали при покупке тот свет который я упоминал выше я брал еще на германской площадке дошел из германии за четыре дня есть отслеживание покупки на сайте и при смене статуса во время движения вам приходит эсэмэски товар отправлен товар там то товар пришел дуть получать или сегодня привезет курьер что сказать но тут твердая пятерочка куча товаров есть возможность выбирать по стоимости подробное описание товаров есть предложение товаров которые купили или смотрели вместе с этим товаров другие пользователи оценки рейтинги короче все для того чтобы узнать про эту вещь абсолютно досконально и принять решение покупать или не покупать хочу обратить ваше внимание на то что ваши данные с площадки на площадку не переносится то есть то что вы покупали или положили в избранной на американской площадке не будет видно на германской или польской так что гуляя по амазону обращайте внимание на какой вы площадке находитесь и где набирайте себе товар ну давай двойную работу не делать и не заниматься ерундой там по перепоиску пире 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 затем что но всем известные и бэй али там с бенгут и прочее эти площадки я думаю представлять не нужно наверняка всеми им пользуются или пользовались это международной торговой площадке которые все прекрасно знают единственное что могу добавить что брал какие-то мелочи на ли один товар пришел довольно быстро там недели три второй шел два месяца 3 до сих пор где-то гуляет не знаю почему такая хрень ибо знаю что в польше имеются логистические терминалы али но может быть доставка будет быстрее когда они организуют они сейчас собираются делать терминалы выдачи наподобие импост ну не знаю теперь расскажу про менее крупные но популярные площадки первое это о lx .pl это большая площадка на которой можно размещать частные бесплатные объявления здесь в основном содержится объявление от частных лиц по структуре сайт аналогичен предыдущим сверху строка поиска далее регион в котором вы ищете объявление причем с указанием расстояния от этого региона затем ваши избранные товары меню управление вашим кабинетом и кнопка добавления своего объявления ниже расположены интересующие вас категории после них идут товары вашего региона которые продавец решил опубликовать с продвижением категории на любой вкус и цвет все тут есть автомобили электроника недвижимость работа услуги и фирмы и даже есть отдам бесплатно но сами понимаете там отдают то что кому-то не надо но правда встречаются возможно интересные вещи там под реновацию какую-то там под реставрацию кому как повезет в категориях для облегчения поиска есть фильтры категория под категория диапазон цены диапазон года выпуска ну например у автомобилей ниже есть выбор показа объявлений либо все либо от частных лиц либо от фирм по площадке много объявлений но есть нюансы впрочем как и на аналогичных включая авито российскую так как регистрации тут попроще то и все взаимодействие с продавцом или покупателем лежат на вас самих только вам решать довериться кому-либо или подстраховаться через этот сайт я уже я тоже продал несколько своих вещей касаемо нюансов ваш телефон тут показывается по запросу это находка для всяких упырей которые хотят вас развести и кинуть вас начинают закидывать сообщениями ватсап аналогично выше названным продай с пересылкой продай через платеж улx а не умеешь но сейчас объясню расскажу покажу в общем сразу возникает нездоровая движуха от которой зверству пованивает китком посему мой совет отправлять с таких лесов если нужно купить встречайтесь договаривайтесь лично насчет покупок вами из другого города ну то же самое на ваше усмотрение доверять не доверять лично я бы не стал на этом ресурсе отправлять куда либо и за что-либо деньги в виде предоплаты есть еще площадочка тоже популярная тоже не маленькая гум 3pl практически аналог предыдущего размещаются здесь бесплатные объявления частных лиц о продаже сдачу жилья в аренду вакансиях резюме также как и во всех предыдущих видим тут иконку управления личным кабинетом кнопку добавления своего объявления ниже этого расположена строка поиска и упадающий меню выбора категории и поле выбора места поиска ниже красуется лента с горячими предложениями и полный список категорий и подкатегории объявлений на сайте а еще ниже списочно приведены популярные города воеводство и наиболее часто встречающиеся поисковые запросы категории также внушительное количество также есть отдам даром и естественно имеется фильтр для облегчения поиска интересуемого в общем как по моему ну практически аналог предыдущего ну кому что нравится на вкус и на цвет фломастера разные затем cnl .pl интересный сайт который выводит и сравнивает цены на искомый товар по всем местам его продажи ну я имею ввиду магазины частные лица сюда не попадают сверху как везде есть строка поиска товаров магазина иконки избранных товаров корзинка и управление личным кабинетом в левой части выведен список категорий поиска и в центральной части традиционно горячие предложения популярные марки рекламируемый товар рекомендую рекомендованный товар и прочие удобности если вы уверены что вам нужно что-то купить но не знаете что конкретно то выбранной категории вас ждут удобные фильтры по различным хотелкам ищем смотрим читаем подбираем в результате выводится список магазинов где продается заинтересовавшие вас штукенция и приведены цены по которым она продается в этих магазинах в конце этого списка найдете отзывы по этим товарам ну и не забывайте сами писать отзывы этим вы помогаете кому-то с выбором нужной вещи а заодно вам начисляют бонусные монетки которые можно обменять на купон и использовать его при покупках конечно кроме этих площадок есть интернет-магазины непосредственно торгующих компаний медиамаркт медиа экспресс декатлон да их толку нет перечислять каждый уважающийся магазин имеет свою площадку где можно найти нужную вещь обязательно попадется с какой акции и скидкой или другой плюшкой самое главное в этом случае это знать какой магазин вам нужен если вы этого не знаете но знаете как называется товар то смело забивайте в google для первой приблизительной пристрелки это поможет ибо гугл поймет ваше местоположение поищет наиболее соответствующее название и вывезет свой список с картинками товара продавцами и ценами которые есть рядом с вами ну а там уже дальше сами определяетесь ищите вкусную цену лучшего продавца ближайшее место вот собственно на этом кратком рассказе позвольте откланяться будьте бдительны при покупках и продажах в интернете всегда включайте логику и не пользуйтесь тем что вам пытаются навязать если у вас появились вопросы и дополнения то отвечу на все комментарии под видео и на естественно своем канале телеграм так что спасибо друзья за просмотр берегите нервы деньги всем пока спасибо за просмотр